И как бы не до этого было. Было круто, и я камеру в руки особо брать и не хотела. Вот. Здравствуйте, видео с аутфитами, либо собиралку, пожалуйста. Есть. Сделаю. Потому что я такая вдохновленная, такая... Мне хочется творить и творить, поэтому все будет. Все сделаем. Так, привет, 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 привет. Ой, 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 куда-то я убежала. Сейчас, секунду. Так что ж такое? Сейчас, ребят. Ань, как вы учились правильно сочетать вещи, цвета? Или это врожденное чувство? Я не училась. Меня мама учила, наверное. Ну как, я помню, что это было, наверное, уже... Мне было лет 7. Я уже начинала одеваться сама, и мама единственное, что меня поправляла, говорила, нет, тут это не подходит. И я не могла понять, я говорю, как не подходит. Она говорит, ну тут текстура ткани не подходит под вот эту одежду. Или поменяй вверх, или поменяй низ. То есть, и так же, например, по колготкам. Такие колготки сюда не подходят, потому что они перегружают образ. Это, например, да, черный цвет забирает... Ну... У меня нет словарного запаса фэшн-блогеров, да, я просто знаю, как это надо делать. Поэтому, наверное, это врожденное. Хотя я знаю, что это можно прививать спокойно. Всегда выглядите стильно. Спасибо. Как вы считаете, можно ли выглядеть стильно и недорого? Да, естественно. И это кайф, и это круто. Если вы умеете так делать, это просто. Я умею так делать. Я сочетаю вещи масс-маркета и секонд-хенда. Я сочетаю брендовые вещи и секонд-хенд. И просто можно надеть на себя спортивный костюм и выглядеть королевой. Зависит от внутри. Надо себя так ощущать и себя нести. То есть, для меня, например, не одежда красит человека, а человек одежду. Ну, в большей степени, наверное, как-то это так. Как отдохнуло. Шикарно. Да, просто из дома уже. Уже просто влог. Аня, я удивилась. Удивляюсь, что цветет твоей обуви. Ты по воздуху летаешь, но как твои белые подошвы остаются белыми? Покажи, как ухаживаешь. Тоже езжу на авто. Тем более, смотрите, девочки, я уже не раз говорила, писала и во влогах говорила. Все очень просто. Во-первых, перед тем, как выйти из дома. Дошва белая, чтобы она оставалась белой, вот эта окантовка. Некоторые чистят зубной пастой, зубной щеткой. Самый крутой. Который мы стираем, ну, лак, да? Вообще, вот круто работает. И все, и все. Вот так они остаются белыми. Привет из Крыма. Привет, как у вас погода? Так. В планах. Ну, у меня нету плана, так я покажу. Или я не покажу. Она идет как-то само собой. Ой, когда-то я написала, да, пост о том, что... Когда покажу, тогда, наверное... Я не могу этого объяснить. Оно... Оно без плана. Оно просто как-то все идет само собой. Не знаю. Я не знаю. Сейчас не хочу. Не хочу и не вижу в этом пока смысла. Пусть пока будет так, как есть. Я потихонечку показываю, потихонечку рассказываю, потому что, ну, опять же, знаете, как... Как многие говорят, сейчас я люблю тишину, да. Но... Когда ты счастлив, ты хочешь этим счастьем поделиться, да. Но не в плане похвастаться, нет. Вот мне очень много девочек пишут, Аня, я вот на тебя смотрю и понимаю, что после развода жизнь существует. И я отчасти из-за этого еще показываю. Ну, показываю не его, а, например, пишу пост, и, ну, логичнее, что на фотографии должен быть мужчина. Ну, это как бы... Оно просится. А так, в принципе, я бы и не показывала, а только посты писала. Ну, в принципе, я тоже иногда так делаю. То есть моя фотография, но пост о М или о отношениях. Потому что я часто пишу, например, посты, не связанные со мной, а навеянные письмами девчонок. То есть вашими письмами. Многие мне рассказывают разные истории. И я такая, так, ладно. И пишу пост, ну, как бы касаясь ее истории. Как-то вот так вот. Когда придет время, тогда я покажу. Важно, верно, взяла румяна, диор и тени. Теперь хочется все, но дороговато. Я косметику... Я к косметике дорогой очень спокойно отношусь. Прямо настолько спокойно. Для меня лучше это будет обувь или сумка, или это будет, не знаю, какая-то вещь. Ну, вот не знаю, почему. Косметика для меня масс-маркет самое оно. Я пока не готова тратить большие деньги на именно косметику. Но это мое такое. Потому что у меня много дырок, которые надо закрывать. Это ремонты, это, ну, детям постоянно что-то надо, маме надо, ну, и так далее. То есть всем надо, и как бы я куплю, например, себе, образно говоря, румяна, диор. Я рационально буду понимать, что я, ну, не совсем правильно потратила деньги. Вот. Поэтому это у меня так. А, так. Привет, Содесса. Я вас уже 4 года смотрю. И так рада, что у вас сейчас все хорошо, что вы счастливы. Вы этого заслуживаете. Спасибо большое. Спасибо. М во всех поездках выбирает Ауди. И вам, и вам, и сам ездит на Ауди. Какая твоя машина мечты? Ну, во-первых, есть мужчины, которые любят определенные марки автомобилей. Вот. Мы проезжали салон Мерседес, и как бы глаз повелся туда. И я поняла, что Ауди это просто средство передвижения, а, наверное, хочется Мерседеса. Вот. У меня Лексусы, потому что я когда-то ездила на Лексусе, сейчас езжу на Тойоте. Для меня японцы самые лучшие. Почему? Ну, я практичный человек. Они не требуют каких-то супервложений. Ты ездишь на машине, делаешь ты его, заправляешься, и все. Вот. Какие-то другие автомобили, ну, где-то там посыпалось. Там, например, дорогие запчасти. Я, например, на Лексус, когда, ну, когда на Лексусе ездила, я ставила корейские некоторые запчасти. Отлично ходили. Ну, то есть, как бы, я за практичность и за, как бы, качество. Мне Лексусы нравятся, знаете, чем вообще Тойоты, ну, именно японцы? Тем, что они как кораблики, они мягкие. Я не гоняю, то есть, я могу надавить на газ, но... ...функциональность возраста, что ли. Потому что, когда ты молод, ты хочешь надавить на газ и всех обогнать. Ну, вот. Тоже рад тебя видеть. Привет, Ирочка. Данечка, присоединяйся к пожеланию девушки с Одессой. Счастья вам. Спасибо большое. Счастья тебе. Спасибо. Девчонки, очень приятно. И, на самом деле, очень приятно было читать все ваши комментарии и поздравления, например, с Днем Влюбленных, да, потому что все... Это, как бы, праздник не только пар, да, это, мне кажется, праздник вообще всех людей. В этот день все должны любить друг друга, вот. Поэтому очень было приятно. Пальтишко супер. Да, это пальто-шуба, и я очень довольна этой покупкой. Во-первых, было тепло. Оно стильное. Оно под все подходящее. Сейчас в спортивном костюме и в ботинках оно отлично смотрится. И с каблуками оно точно так же отлично смотрится. Я так довольна этой покупке. Единственное, что я... Я купила его так же со скидкой на все свои. Она стоила 4 с копейками, вот. И купила я его за 3. Я им сказала, говорят, ну, дайте мне его за 2 с половиной. Ну, типа, уступите. Нет, я говорю, не буду лукавить, да. Я сказала, что вот, как бы, мой аккаунт. Обычно бренды идут на уступки, да, и, как бы, за счет рекламы они уступают. Я же не бесплатно попросила, правильно? Я попросила скинуть мне, потому что я там еще кучу всего увидела, но вы видели, да, в видео. Вот. На что там, как бы, девушка сказала, ну, нет. Я все равно купила, естественно, да, но мне стало, знаете, как, думаю, блин, ну, хотя бы чуть-чуть скинула. И, знаете, как, я обиделась и не стала отмечать их. А потом подумала, ладно, ну, это, как бы, мои амбиции. Но если вам пальто понравилось, да, и вы хотите его купить, то отметить надо, потому что это для вас, да, как бы, хорошо. А свой эгоизм и свои амбиции засунула в задницу. Плохое слово. Вот. Поэтому был пост, и я внизу отметила, где я купила пальто. Какое впечатление от холодного ботокса? Мне он понравился. Я понимаю, что надо делать еще. Волосы были очень прикольные. Сейчас уже, конечно, не то, но я бы повторила. То есть он имеет накопительный эффект, и я результатом довольна, скажу честно. Жлобство. Я тоже так подумала. Думаю, блин, ну, это ж немного. Но в то же время, знаете, их можно понять, потому что, ну, это ж тоже деньги, они ж тоже зарабатывают. И когда делают скидки, то есть они теряют. Вот. Но мне кажется, блогеры, это как раз та тема, это ходячая реклама. То есть если я в этом пальто, у меня еще долго будет спрашивать, Аня, ну, откуда? И, то есть, давая их аккаунт, у них будет постоянная реклама. Поэтому, да, могли и уступить. И, знаете, как я воспитана в Грузии, там нет такого, что ты просто берешь, покупаешь вещи, не торгуешься. То есть там надо поторговаться обязательно. Это как ритуал. То есть надо обязательно. И когда тебе не уступают, становится очень обидно. В смысле? Ну как, это же, это же интересно. Ну, в общем, так. Ты верующий человек? Я верующий человек. Но, смотрите, у меня нет такого, что... Вера, вера, она внутри, она не в церкви. Она... Религия — это управление людьми. И вообще религия — это такая тема. Если покопаться, то там можно всего такого не очень хорошего найти. Поэтому я верю в Бога, но мне кажется, Бог один. И у каждого, как бы, человека он свой. У кого-то это Аллах, у кого-то это Иисус, у кого-то это Будда. Хотя буддизм, мне кажется, это не вера. Ну, это больше философия, действительно, потому что там чуть-чуть другие умозаключения. Но суть в том, что, да, я, естественно, верю в Бога. Я каждое утро, почти каждое утро говорю, ну, как бы, восславляя его, говорю благодарность. То, что я проснулась, и то, что у меня все хорошо. И засыпаю, я тоже благодарю. Вот. Ань, какой парфюм брали с собой в поездку? Нравится вам парфюм «Молекула»? «Молекула» у меня закончилась. Да, я очень люблю. У меня была «Молекула». У меня садится телефон, надо поставить на зарядку. Двоечка была «Молекула» и закончилась. С собой брала парфюм «Каком-то, мазель». Он у меня заканчивается, и я решила, что там он закончится, но он там не закончился. Я приехала, Ника говорит, мама, это как «Ходячий парфюм». Я говорю, чего? Она говорит, ну, пахнет. С собой рядом постоять и пахнет. Хотя я не люблю когда-нибудь еще. О, есть. Так, я тоже вас в машине смотрю, пока муж машину заправляет. Мужу привет. Пока он заправляет, наверное, уже поехали. Привет, как там, Доминика? Доминика, хорошо, сейчас на музыке. Я ее жду. Вот она минут через 15 должна уже прийти. Так, вопросы? Вопросы закончились. Есть. О, все? Поговорили? Привет, привет. Извините, попью. Почему Ника обрезала волосы? Она же говорила, что будет отпускать. Я не помню, мы в видео, по-моему, говорили или нет. Ей сделали бубкаре тогда еще. Получилось, что у нее сзади коротко, а спереди длинно. И мы пошли, чтобы сравнять, чтобы волосы когда отрастали, чтобы они отрастали одинаковой длины. Поэтому так провело время на отдыхе. Это был очень интересный отдых, интересная поездка. Все изначально пошло не так, все пошло не по плану. Мы приехали, ветер дул такой, нас сносило. На море чуть ли не шторм. Короче, все наши планы пошли вообще не так. А мы замерзли. Мы пошли в отель. И решили там остаться. Короче, а потом мы опоздали на самолет. А потом еще М заболел. Заболел, а потом мы опоздали на самолет. Ну, вообще, короче, ну, было прикольно. Вот честно. Чем вы вдохновляетесь? Всем. Я уже говорила, вдохновение приходит от заката, от детского смеха, от прочитанной книги, от музыки, от мужчины, от кофе с мамой, я не знаю, от подаренных цветов, от всего. Не знаю, от всего. Вот бывает, что его просто нету. Ну, вот нету. Живешь себе, живешь. А бывает, что ты, блин, ты хочешь творить. Вот так и тут надо, и тут надо, и вот тут надо. Поэтому, да. Иду на свидание. Как справиться со страхом? Как успокоить себя? В смысле, со страхом? А чего бояться? Пися королева! Собралась и пошла! Все мужики штабелями падают! Какой страх нафиг! Пусть они боятся! Ты чего? О, капец! Как опоздала на самолет! Как мы опоздали на самолет? У нас не зазанял будильник. Во-первых, было 14 февраля, и утром мы должны были улетать. Но мы сидели до трех... Не, до двух ночи болтали. И в 3.50 я поставила будильник. И он не зазвенел. Он просто не зазвенел. Я открываю глаза, 5.40. Я подскакиваю, говорю, посадка началась! Мы быстро собираемся, за 15 минут доезжаем до аэропорта. Несемся, как просто ненормальные. То есть нас уже... Багаж уже не сдашь. Короче, нас пропускают, и по аэропорту на 2 минуты не успели, самолет улетел. И мы по аэропорту обратно. Чух-чух-чух-чух. Вышли, выпили кофе, отдышались. Это было смешно. И начали смотреть, как улететь домой-обратно. Можно было полететь в Одессу, потом с Одессы. Но это так голоморочка. И был вариант, типа, вылетов с некоторых, типа, других городов. И мы поехали в Катовицу. И улетели на следующий день. Ну, в общем, весело. Прикольно было. Как дела с ремонтом? Ну, я думаю, что с марта надо начинать красить и вставлять розетки. Потому что какой-то февраль очень урожайный на праздники, на поездки, на каких-то кучи дел. Поэтому как-то так. О, наша любимая женщина вышла в эфир. Здравствуйте. Привет. Ненавижу слово женщина. Я же девушка. Мы все девушки. Волосы отращиваете. Да, отпускаю. Но не знаю, выдержу, не выдержу. Хочется уже обрезать. Шубкой новой довольна. Пися королева. Ржу не могу. Я тоже ржу, потому что, когда мы с вами общались, мы стебемся жестко. У нас шутки такие на грани обиды. И что-то мы там разговаривали, я рассказывала о своем, когда я развелась первый раз. И как я себя ощущала, что за мной начали ухаживать разные ребята, что мы с девочками везде ездили и тому подобное. Типа по заведениям. Ну, в общем, такая уже свобода была. И отношений не хотелось. А мужчина, давай ухаживать. И у меня как бы после первого брака у меня было несколько предложений выйти замуж. И я сразу сбегала. Ну, потому что думаю, блин, я только с этой кабалы выбралась, и опять меня туда зовут, нафиг надо. И, ну, что-то мы разговаривали, я говорю, я такая захожу в заведение, такая, пися-королева, как мы начали хохотать. И теперь вот эта пися-королева, знаете, приклеилась, короче. Поэтому я стебусь всегда с этого. Многие шуток не понимают, поэтому могут воспринять это как-то негативно, может, как-то неправильно, да. Но отчасти мы все внутри пися-королевы. Типа мы самые лучшие себя носим. Но оно как бы так и надо. Ну, короче, вы в этом и поняли. Ну, да, это такая штука, можете нести ее в массы, она веселая. Но это для тех, кто юмор понимает. Вот. Так, что-то тут у меня. Возьму эту фразу на вооружение, если не возражаете. Я же говорю, что берите, пожалуйста. Вот. Надо, знаете, что надо сделать? Выложить какую-то, ну, какую-то прикольную, может, фотографию написать. Пися-королева. Те, которые с юмором поймут и поржут. Другие подумают, дура что ли. Ну, как бы люди делятся, да, на те, которые как бы понимают в юморе, и те, которые не понимают. Поэтому, да. Теперь это моя аффирмация. Ой, девочки, смеюсь. Это очень здорово. Я рада. Фу, блин, я аж до слез. Класс. Хэтштег крутой получится. Пися-королева. Меня заклюют, если я в инстаграм выложу такой хэтштег. Хотя мне, в принципе, все равно, да, но... Ну, это наподобие, да, я же мать, начнут мне писать, типа... О, нашла. Типа, нашлась. Пися-королева. Короче, ну, это... Это просто ржака. Простите, вспомнила кое-что. Фух. Да. Так, я замерзла. Надо машинку завести. Так, тут какие-то еще вопросы были по поводу, какой фирмы розетки брали. Турецкие. Могу приехать домой показать. Я уже забыла, потому что, когда я покупала, я показывала. Как там клепа? Клепа, хорошо. Я же говорила уже, да, бегает, прыгает. Довольно, что сняли с нее эту, как ее... Ну, этот бандаж, и она такая счастливая, нападает на всех, играется, ну, такая крутая. Мама видела им? Да, они знакомы, и мама видела. Дети видели, все все видели. Брат знаком. Вот, все нормально. Вы сделали мой день. Ну, так получилось, что, видите, мы повеселились. Знакомо. Да, покажите, пожалуйста, очень надо. Так, что надо показать? Розетки все вспомнила. А то теряется мысль. Хорошо. Розетки купила в эпицентре. Они турецкие. И по качеству сказали, что, ну, как... Можно, конечно, купить какие-то супер-пупер, но я не покупала, потому что бюджет ограничен. Это раз. Второе. Не вижу смысла покупать сильно дорогие, потому что это все-таки розетки и выключатели. Но я брала с такой финдифлюшкой, слегка серебристой. Ну, короче, я вам покажу. Турецкое качество, говорят, что неплохо. Ну, я по отзывам почитала. В эпицентре сказали, да, цена-качество соответствует, поэтому так. Как не ссориться с молодым человеком по пустякам? Не ссориться с молодым человеком по пустякам. А зачем ссориться? У нас, кстати, был тоже момент, где... Ну, мы не ссорились. Это не ссора была, это было, как типа... Как мы это называем, картошка. Видели, в Инстаграме есть такая штука, где чувак объясняет несколько кругов, как женщина относится к... Блин, надо сбросить, вам показать. И, например, я там сижу, такая задумалась. Ну, что такое? У меня картошка. То есть это говорит о том, что я губы надула. Или у него там, я говорю, что такое? Он такой, картошка. Я говорю, что случилось. И вот мы начинаем выяснять. То есть у нас такое кодовое слово, картошка. Как не ссориться? Ну, во-первых, много есть моментов по этому поводу. Для чего ссориться? Когда ссоришься... Во-первых, запомните о том, что претензия, она разрушает отношения. Ссориться не надо, надо разговаривать. Если вас что-то не устраивает, об этом надо сказать. Но не в форме претензий. Не в том, что... А вот ты! Нет. В ласковой, нормальной форме о том, что... Ты знаешь, меня волнует вот этот вопрос. Как ты считаешь? Я правильно думаю вот так вот? Потому что большинство... Большинство случаев мы сами себе придумаем то, как не являются. Потому что мы разные. Мужчины и женщины разные. Мыслят по-разному. И все вообще не так. Когда начинаешь общаться, выясняется, что, блин, вообще не о чем говорить. А люди на этой почве даже ссорятся. Поэтому так. Что с котиком? Почему к ветеринару ездили? Я уже рассказывала. Ездила к ветеринару, потому что надо было показать как бы шов. И снять бандаж. И уколоть противовоспалительное. Так что все хорошо. Мудрая Аня. Спасибо. Анечка, М, привет. Вы такие классные. Сохраните эфир. Спасибо. Все. Вопросы закончились. То их очень много, то их нет вообще. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Что? Идем антировать видео. Как дети относятся к М? Идемка на удивление. Ну, хорошо. Сразу скажу, хорошо. Во-первых, нашли общий язык. Плюс у меня дети такие, как бы, ну, они чувствительные. Он не делает ничего специально. Знаете, есть люди, которые, как вам сказать, ну, лебезят. Он не из тех, и это круто, то есть он, ну, молодец, да. То есть, как бы, он не пытается заменить папу, да, и это, как бы, ну, и неправильно. Он просто друг. И Дема часто говорит, а когда, ну, по имени, да, приедет. А когда мы поедем? То есть, Дема постоянно спрашивает. Ему, ну, как бы, нравится. Вот. Ну, как бы, все хорошо. Вы меня вдохновляете. А, приятно быть для кого-то вдохновителем. Спасибо большое. Скажите, а вы думали об общих детях с М? Да, мы обсуждали этот вопрос. А у М есть свои дети? О, о, пошли, пошли вопросы. А был женат? А есть дети? А, если я был женат, значит, тут что-то не так. Девчонки, всему в свое время пока не хочу ничего рассказывать, потому что, знаете, как внутри есть такая штука, как чуйка. Вот есть, когда хочется сказать, а есть, когда не хочется. Вот в данный момент я не хочу, я и так очень много о нем говорю. И в моей жизни очень много других вещей, да, это, у меня есть работа, у меня есть блог, у меня есть дети, у меня, как бы, есть вещи, чем я могу делиться и быть, как бы, полезной. А отношения с мужчиной я не скрываю, я рассказываю для того, чтобы кто-то для себя сделал тоже какие-то выводы, кто-то вдохновился, потому что очень многие девочки мне пишут о том, что, Ань, я думала, что жизни после развода не существует, что с детьми невозможно найти мужчину и так далее. Да, то есть, как бы, я показываю своим примером, что это не так. Но, пожалуйста, давайте всему свое время, прошу. Так. Замуж в третий раз пойдете, я имею в виду, не исключаю такую возможность. Ребят, ну, опять же, тоже один из таких вопросов по поводу замужества. Я там была, да, и для того, чтобы пойти на такой шаг, ну, это он должен быть очень сильно обдуманным, да. Вот, это один вопрос. Второй, это, как бы, такой очень личный, и, ну, наши отношения есть, они, как бы, продвигаются, но давайте как-то, вот, знаете, не гнать лошадей. Есть такое, такая, как пословица, да, не гони лошадей. Вот, давайте не гнать лошадей, я наслаждаюсь тем, что имею, и вот мне этого достаточно. Понимаете, например, выйти замуж, а потом, например, где-то ты человека недоузнала, где-то еще что-то, это потом, что опять разводите, например, да. То есть, если выходить замуж, то выходить уже все навсегда. И, ну, не надо пока такие вопросы задавать. Муж семью не тянет. Вызвала свекра на помощь с ребенком, чтобы пойти на вторую работу. Денег зарабатывает, долги растут. Не знаю, правильно ли делаю, но по-другому сдвига нет. Но муж и работает. Понимаете, у мужчин бывают такие моменты, как момент пропасти, да. То есть, если он лежит на диване, пьет пиво, смотрит, например, там, футбол или бокс, я не знаю, чем он увлекается, и нифига не делает, тогда надо думать. Ну, типа, дорогой мой, а какого фига? Но если человек работает, но так получается, что бывает плохой период, и его надо пережить, потому что вы семья, и женщина, да, она может помочь в таких случаях и без упрека, и без вот этих вот мыслей о том, что ты ни на что не способен, потому что мужчина, он не покажет, но он внутри будет просто жрать себя от того, что он не может прокормить семью. Для мужчины это хуже всего просто. Поэтому в этом случае нужна поддержка, поддержите. Я не знаю вашей ситуации, но, опять же, такой период, продержитесь, все будет хорошо, наверное. Ну, всегда бывают взлеты и падения, всегда бывают черная полоса и белая полоса. Ну, как говорят, да? Вот. Главное понимать, ради кого ты это делаешь, ради чего. Девочки, ну зачем такие личные вопросы про детей и прочее? Спасибо. Я люблю, когда вы это понимаете. Придет время, Анечка все расскажет. Да, кем Демника хочет стать, она уже определилась. Она хочет снимать кино, ну, хочет быть режиссером и актрисой. У меня тормозит что-то видео, не знаю. Ань, для тебя лично что важнее? Подарки, цветы или поступки, помощь в решении ежедневных вопросов? Для меня важна забота. Забота проявляется не в подарках, хотя подарки, они важны, ну, как бы, язык любви, подарки это у некоторых, да? То есть у меня не исключено, он тоже есть. Но если мужчина будет, например, да, задаривать подарками, но не спросит у меня, Ань, как у тебя дела, например, да, или, ну, что-то связано с бытом, да, там, поменять колеса, да, или, ну, так как я девочка. То я задумаюсь, поэтому, да, для меня важны поступки. Как мужчина реагирует на какие-то вещи, как он относится, как он за тебя переживает, как он переживает за твоих детей. У меня звонок, например, от Эм, Аника из школы пришла, а как Дема? А у Дема тренировка, а почему нет тренировки? То есть он переживает, и для меня это забота. И это не просто, типа, а вы поговорите, это видно, это чувствуешь, а потому что это так есть. Здравствуйте, привет, привет, никто гарантии не даст ни в одном браке. Естественно, понятное дело, бывает, что люди, ну, сходятся и живут всю жизнь, а думали, что, ну, вроде бы, как это так себе. Ну, в плане, знаете, как, ну, особенно это было в Савдепе, когда люди женились, потому что, ну, там, где-то родители заставили, там, подобное. А так получалось, что жили вообще душа в душу. А бывает, там, сумасшедшая любовь, все так классно-классно, проходит год, и они расстаются, потому что, ну, как-то все оп, и все закончилось. Знаете, как в фильме «Любовь живет три года», ну, в книге. Там, конечно, чуть по-другому, все равно она существует, хотя говорят, что она живет три года, нифига. Она живет ровно столько, сколько люди позволяют ей жить, вот. Ну, да, поэтому, да, гарантии никакой нету. Но, как бы, когда ты уже была в браке, то хочется верить, но нельзя утонуть в иллюзиях. А у нас, у женщин, есть такая штука, мы же думаем, ну, нас, лично меня. Меня иногда надо опускать на землю, я улетаю, прям, поэтому, вот так. Когда сама к вам, когда сама мама, наверное, да, когда мама к вам переедет навсегда. Когда я перееду в большой дом? Как правильно вдохновлять М? Это происходит не специально, это происходит как-то заботой. Немаловажный фактор – это, как бы, лично-интимная жизнь, скажу честно, и она должна быть хорошая. Это, как его сказать, когда ты вдохновлена, когда ты занимаешься собой, но собой в плане ты не сидишь дома, да, и не... Как у тебя дела? А где ты? А что ты? Ну, то есть, мужчине такая женщина будет неинтересна. Женщина должна быть занята. Но это должно быть не специальное занятие, а она должна кайфовать от жизни. Потому что мужчина – это не вся жизнь женщины. Может быть, мужчинам это и обидно, но это правда. Мужчина – дополнение, как и, в принципе, женщина – дополнение мужчины. Потому что у него есть работа, у него есть, как бы, свои вот эти, вот, знаете, как... Мужчина идет в какой-то цели, и, как бы, у мужчин есть хобби, у них есть друзья. И когда люди начинают встречаться и забывают, друзья, как выглядит их друг, это неправильно, это неправильное отношение. То есть, как бы, люди дополняют друг друга, они кайфуют друг от друга, но это не говорит о том, что все, жизнь теперь только вот друг от друга. Да, они все время проводят вместе, и мои подруги забыли, как я выгляжу, например, да. Поэтому как-то вот так вот. Как вдохновлять? Ну, во-первых, вдохновлять надо еще, да, как бы, ходить в спортзал. То есть, мужчины, они такие же визуалы, как и мы, в принципе, женщины. То есть, мы должны быть красивыми. Но мы должны быть красивыми не только для мужчин, но и для себя. Вот. Ну, это много нюансов на самом деле, да. Ой, куда-то все убежало. Sorry. Анечка, как относится ваш бывший муж к вашим отношениям всем? Он наверняка смотрит все ваши сторис и влоги. Честно, я не знаю. Смотрит, не смотрит. Мы общаемся, ну, исключительно, что касается детей, вот. И, в принципе, и все. Почему? Потому что, ну, я как бы еще так поставила, что у меня есть личная жизнь. И, ну, такие вопросы, как, а как у тебя дела? А что у вас? А куда вы поехали? Я считаю лишними. Вот. Все, что касается детей. Я уехала, дети с мамой. Если вдруг что, набери маму. То есть, вот такое общение. Но оно не злое какое-то, оно не... Оно нормальное, просто ровное, стабильное. Вот так. Ну, мне кажется, так правильно. Я уже 10 лет поддерживаю бизнес свой, постоянно трудности. 10 лет это срок, скажу честно. Ну, опять же, у меня, например, в браке как было. Просто многие не знают. У меня тоже была поддержка такая. Постоянно была какая-то жопа, какая-то фигня. Вечно, блин, то одно, то второе, то третье, то пятое, то десятое. Ты переживаешь, нервничаешь, а потом развод. А ты, дорогая, какое имеешь отношение к фирме? Ну, и такое. Вот. Поэтому, не знаю, не могу ничего сказать. Мой опыт показал, что бизнес мужчины, это бизнес мужчины. И поддержка важна и нужна. И я думаю, что он ее оценил, как бы, наверное, да. Потому что, ну, умный мужчина поймет. Но 10 лет, да, это срок. Не знаю, не знаю, что сказать. Считаете ли вы нормальными, если родители единственному ребенку помогают обзавестись отдельной жилой площади, даже если ребенку 35 и у нее своя семья? Не поняла. Считаете ли вы нормальными, если родители единственному ребенку помогают обзавестись отдельной жилой площади, даже если ребенку 35 и у нее своя семья? А что в этом плохого, если помогают обзавестись живоплощадью? Ну, как бы есть родители, которые, они делятся на два типа, которые я вырастила, вырастила, ну, как родители, да, говорят, я там вырастила, вырастили, мы тебя, поэтому ты как бы теперь помогаешь нам. А есть родители, которые до конца жизни помогают своим детям. Поэтому я не знаю, как к этому относиться. У меня от мамы, например, помощь, она вот в формате посидеть с моими детьми. Но так как мама пенсионер, и она не работает, то понятное дело, что дети помогают маме. Я считаю это нормально. Поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. Тут, наверное, принятие или не принятие, не знаю. Если это такое, знаете, мужчина дыты на дыты, на который без родителей ничего делать не может, и ждет, пока там мама с папой что-то сделают, найдут работу, купят квартиру в 35, ну, тогда это странно. Анечка, расскажи, пожалуйста, это я уже заговариваюсь, что ты делаешь со своими бровями, просто коррекция или еще что-то. Я их раз в месяц крашу, но так просто коррекция, да. И я зачастила с покраской, я вижу, что они стали реже. Поэтому сейчас перестану их красить, потому что краска, хна, она делает так, что волосики на бровях, они становятся тонкими. Это плохо. Поэтому сейчас начну их смазывать обратно маслом. У меня была пауза, и они были витамины для волос, потому что когда тут без витамина для волос, брови тоже с ресницами растут. Поэтому по факту только коррекция. Про Ванечка на тысячу процентов. Про море думали, поедете ли куда-нибудь. Ну, летом, наверное. Где будете праздновать день рождения Ники с наступающим ее? Я у Ники спросила, она говорит, наверное, нигде. Говорит, чего она? Ну, не знаю. Ника получила дорогие подарки на свой день рождения. У нее синтезатор дорогой. Я вам покажу, приедем домой, я вам покажу. У нее гитара дорогая. Вместе со всякими этим прибамбасами, с этими комбиками. Ну, то есть на 15 лет она попала почти в 50 тысяч. Ну, как бы... То есть у нее очень дорогие подарки. Не считая одежды, обуви, ну и так далее. Поэтому, когда я спросила, типа, какой бы день рождения ты хотела, она сказала, ну, дома, наверное, посидеть. Я говорю, ну, чего она? Ну, не знаю. Поэтому, может быть, она ощущает, что дорого. Все было очень дорого, и поэтому она не хочет отмечать. Может быть, она не хочет... Не то, что не хочет... Она не знает, как. Потому что я у нее спрашиваю, она говорит, ну, я не знаю. Можно пойти погулять с друзьями? А можно не идти? Ну, я говорю, нет, ну, тут осталось всего ничего, думай давай. Ну, как-то так. Поэтому не знает она. Сколько лет назад вы развелись? Официально мы развелись в семнадцатом году, но уже вместе не были в конце шестнадцатого. А мы с мужем одиннадцать лет вместе, и не можем друг без друга, и созваниваемся даже в пастор. Это шикарно. Это шикарно, это очень круто, это замечательно. У меня такс М, я не знаю, как долго это продлится. Я понимаю, что отношения с конфетно-букетного периода перерастают во что-то другое. Я, в принципе, к этому готова. Но вот эти вот телефонные звонки, смс-ки, песни, да, сбрасывания друг к другу, каких-то картинок, от смешных до каких-то романтичных, это все круто. Как будет потом, не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы это было на постоянной основе. Но это тоже надо удержать, как бы. Это труд. Я не знаю, как у вас, вы большие молодцы. Но мне кажется, это труд. В основном все расслабляются потом. И что мужчины, что женщины. И оно, как бы, уже не так. Посоветуйте, пожалуйста, как начать профессиональный блог. Кажется, недостаточно знаю, умею и не смогу помочь клиенту неловко перед камерой. Ну, во-первых, какой блог, о чем блог, какому клиенту. Есть курсы по этому поводу. Есть, опять же, я тоже даю консультации по этому поводу. Не бесплатные, если что. Вот. Есть самый, наверное, простой способ. Это сесть перед камерой и пробовать. Пробовать, потом смотреть, где минусы, что не нравится в себе и над этим работать. Сохрани эфир, окей. Не надо с молодым человеком вести бизнес. Это только его. Ну, я думаю, что Ира имела в виду не бизнес, что они вместе ведут, а что поддержка от нее идет, бизнес типа его. А если ребенок заболел и нет денег, а муж даже не одалживает и сидит молча. А я ищу деньги, как тут быть? Это фигово. Это фигово, потому что, как так сказать, это уже пошли упреки. И упреки, они внутри сжирают. Блин, я знаю, что это такое. Они сжирают внутри, это капец. И пропадает уважение к этому мужчине. Нет уважения к мужчине, нет отношений. И оно все одно цепляется за другое. Надо сесть и поговорить. Надо сесть и поговорить. И, скорее всего, что один разговор не сработает. Или, может быть, даже смириться и принять его таким. Или разговаривать и говорить, мне это не нравится. Это наш ребенок. И если он заболел и нет денег, то сейчас надо решить вопрос. Решить вопрос с лекарствами. Как мы будем решать этот вопрос? И послушать, что он скажет. Потому что, если молча пойти одалживать и ничего ему не говорить и ждать, что он... Он просто расслабил булки и решил, что жена сделает. Она всегда это делала. И сейчас сделает. А зачем мне что-то менять? Это, кстати, наша женская ошибка. Когда мы берем быка за рога сами, Мужчина смотрит и думает, А зачем мне что-то делать? Она сама все делает. Мне сегодня день рождения. Ой, поздравляю! Круто! 16 число. Анют, а ты не колола ботекс лоб? Уже надо, потому что надо. Я прям чувствую, что надо. Но я оттягиваю, потому что, когда будет активное солнце, тогда точно надо. Какие витамины пили? Я разные как бы пью для волос, да? Сейчас буду пить вот этот перфектив, что-то такое. Уже есть, уже купила. До этого пила египетские. Блин, тоже как-то они называются. Я снимала, не снимала, а показывала пост. Почему вы не смотрите мои посты? Там столько полезной информации. Там и о витаминах. Хотите замуж. Смотрите, такая штука. Я там была. Это раз. Второе. Замуж. Вот скажите мне, пожалуйста, что происходит, когда ты выходишь замуж? У меня сейчас все хорошо. Если я выхожу замуж, что поменяется? Ну, я просто не понимаю. Это один момент. Второй момент. Есть такая вещь, так говорила, по-моему, Марлин Монро, Ума Турман повторила, она говорит на личном опыте, она проверила, что если женщина не выходит за мужчину замуж, отношения складываются гораздо лучше. Но почему в наше время, ну, я имею в виду постсоветское, советское, ну, как я имею в виду, вот даже, например, сейчас, взрослые девочки, вот если взять, например, подростков, которые, вот как Доминика, да, те не спешат, им это нафиг не надо, у них как раз, типа, ой, я хочу путешествовать, то есть они не против отношений, например, да, но замуж это, типа, а зачем? И я вот пытаюсь понять наших девочек, что дает замужество. Что мужчина берет за вас ответственность, он и так берет за вас ответственность, когда, ну, как бы вы начинаете встречаться и общаться. В какой-то степени, может быть, и некоторые правы, потому что, ну, как говорит Сатья Дас, то, например, если люди вместе живут, как пара, ну, гражданский брак, это, типа, нехорошо, может быть. Я не думала по этому поводу, и скажу так, если, например, вы уже живете вместе, то, наверное, тогда надо, и вы понимаете, что вы хотите прожить жизнь друг с другом. Если вы встречаетесь, то зачем торопиться? Ну, не знаю. Я тоже осталась дома на день рождения и пожалела. Сделала вывод, что больше никаких дома. В каком возрасте, потому что возраста, как бы, разные. Вот у нее будет день рождения завтра, школа, и после школы, типа, можно куда-то поехать. Куда? Вот я у нее спрашиваю, куда? Не знаю. Я тоже такая жена, которая мужу за день звонит один раз в лучшем случае. Чаще не вижу смысла. Зачем надоедать? Подруга удивляется, как так можно? Муж под присмотром должен быть. Я не понимаю этого. В селе часто бывает, ой, собака сорвалась и побежала, типа, кто видел, и сбрасывает фотографию. Вот некоторые женщины ведут себя точно так же. Ну, блин, это взрослый человек, он личность. Зачем ему наяривать, да, как бы. Есть люди, которые звонят друг к другу, ну, потому что соскучились, да, потому что они ради присмотра. Что по телефону, какой присмотр может быть? Ну, я не понимаю этого, честно. У меня дети також знают Тину поторункам, тому завжды, стримы в праздновании. Ну, я думаю, Ника, наверное, тоже. Или, может, просто не знает, что она хочет. Не знаю, сейчас буду разбираться, потому что время. Да, бизнес его и только морально. Ну, как бы, вот видишь, а это морально иногда похлеще, чем физически. Бывает и такое. Привет. Уходит от разговора, и что мне не нравится, не волнует. Что мне не нравится, не волнует его. Уходит от разговора. Ну, не знаю. Ну, что бы я сделала в таком случае? Я бы посадила, не ругаясь, я бы посадила вот так вот прямо и сказала, слушай, вот такая вот хрень происходит, она мне не нравится, потому что я не чувствую себя женщиной, я там то-то, то-то, я-то, то-то, то-то. Но я не хочу, как бы, чтобы это были претензии. Ты же мужчина, ты кормилец семье, ты наш защитник. Если ты наш защитник, то защищай. Ну, типа, но это я прям в грубой форме сейчас сказала. Но мужчины разные, и на разных действуют разные методы. Я не знаю вашему мужчину. А когда проходит конкретно цветочный период, как всегда правильно сделать, чтобы не подвергать отношениям к концу? А каким образом подвергать отношениям к концу? То есть, ну, если отношениями вы дорожите, то, как бы, вы ими дорожите. Но бегать за мужчиной тоже, как бы, не надо. Если вы чувствуете, что тут грядет конец, то, ну, не знаю. Просто быть собой. И вот этот вот конфетный букетный период, когда он заканчивается, начинается чуть другое, более глубокое, и там идет притирка. И вот эта притирка, ее не все выдерживают. Когда вылазят такие тараканы каждого человека, какие-то могут быть обидки, ну, что-то такое. И если есть любовь, она, как бы, ну, ты принимаешь это. Если тебя начинает это раздражать, то надо присмотреться, задуматься. Потому что, ну, отношения, это же тоже такая вещь, как бы, это два разных, совершенно разных человека. И быть все время вместе, это, это кажется, что это легко. Блин, это не легко, это сложно. Поэтому как-то так. Снем Ангела, малышка. А у меня что, день Ангела? Ух ты. Ну, тогда тебя тоже. Мне больше нравится не замужем. Ну, как бы, да. Вроде как, он так лучше. Жизнь не меняется замужеством. А, жизнь не меряется замужеством. Ир, мы с тобой, когда познакомились, ты, по-моему, не была замужем, насколько я помню. Да, и сейчас ты замужем. Вот скажи нам, что изменилось. Ну, судя по твоему, да, жизнь не меряется замужеством, я, в принципе, понимаю. Сори, 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 жизнь не меряется замужеством. Да, Ника просто позвонила, поэтому извиняюсь. С ребенком, понюшли, с ребенком не могу норм смотреть. Я сохраню эфир. Замуж хотят только неуверенные в себе бабы, а потом мужик расслабляется, Монро права. Ну, видимо, да, Ника идет. Ну, отчасти я соглашусь, отчасти нет, потому что, опять же, разные женщины, разные мужчины. Но на самом деле, да, мужчина, когда он женится, он думает, все, птичка в клетке, я уже могу булки расслабить. Поэтому большинство, да, да. Поэтому я не знаю, как бы, что туда все рвутся. Всем надо замуж, потому что женщины все травмированы созависимостью или неврозами. А что даст замужество? Типа, это излечимо, нервоз излечим или как? Или, ну, не понимаю, зачем это люди так делают. Мама, что? Я гуляю. Окей, сейчас у меня прямой эфир, можно я чуть-чуть быстренько отвечаю. Тут, кстати, осталась одна минута. Как встретить классного мужчину и где? Я напишу позже, я познакомилась с Эн, может быть, там они еще есть. Мне кажется, таких больше нет. Ничего не дает замужество. Живу с мужчиной 9 лет, и все отлично. И малому 4 года. Ну вот, каждый, я думаю, сам для себя выбирает что-то. Про замужество можно послушать Марка Бартона. О, прикольно. Я как замуж вышла, муж сразу булки расслабил. Моя и никуда не денется. Ну вот видите, кто искал мужчину. Тут мужчина просится. Как долго встречаетесь с Эн? Я все потом расскажу. На поле можно поехать. Так, ну, у тебя кашемировый свитер. Кашемировый, да. Он очень мягкий. Так, 30 секунд осталось. Сейчас оборвется. А что это такое? Сегодня 40 лет. Ух ты! Поздравляю. А что 30 секунд? Я уже тут час сижу. А почему нельзя долго сидеть?